С приходом весны провинция Хэйлунзян в срочном порядке упрощает процесс согласования, предоставляет различные услуги и прилагает все в силе для того, чтобы ключевые проекты полностью возобновили работу. Это строительная площадка участка Хэту, проекта святикарственной линии газопровода села Сибири. Сейчас мы видим газовые трубы, которые свариваются. В целом на участке завершена сварка трубы протяженностью 60,66 килограмм. С момента начала реализации проекта несколько департаментов уезда к Хэду создали специальные службы, чтобы обеспечить Сибири полное возобновление проекта. Пересечение различных дорог, канав и лесопарковых зон – еще одна проблема, которая ограничила реализацию проекта. И связи с правительством координирует работу, чтобы помочь нам выполнить различные формальности. В настоящее время в уезде к Хэду ведутся работы над 15 проектами, перезабоченные полным ходом и находятся в стадии активного строительства. Помогали проектным подразделениям решать проблемы, возникающие при строительстве, такие как трудности с напором персонала, уборка снежных завалов на подъездных путях, временная арена земли и так далее. Это строительная площадка проекта первой шахты Болтай-Лун города Титэхэ. В рамках проекта был внедрён передовой в провинции интеллектуарный комплексный городно-добывающий рабочий завой. Так что объём работы, который раньше выполняли 10 человек в подземном пространстве, теперь могут выполнить 2 человека. После завершения проекта максимальная производственная мощность в будущем составит до 1-2 миллионов дон, что увеличит в раз производственные мощности потопитель угоря компании Болтай-Лун. С начала года город Титсигар провёл ряд мероприятий, чтобы помочь предприятиям справиться с формальностями перед возобновлением работы, чтобы обеспечить натяр реализации крутьевых проектов въездной. Грубо обслуживание проекта активно координировало процентуле возобновления проекта и помогло первой шахте Болтай-Лун поручить разрешительные документы на возобновление проекта на три дня раньше срока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова